добрый день дорогие друзья гости на моем канале я как всегда рада вас приветствовать сегодня тема видео пасынки у фиалок вообще что это такое да и как с этим бороться значит пасынки это отростки которые появляются в пазухах листочков и если я хочу размножить сорт быстро то я оставляю пасынок который мне нравится и жду пока он подрастет потом я пасынок снимаю и укореняю его отдельно то есть размножение фиалок пасынками происходит намного быстрее чем размножение листика вот если же мне сорт не нужно размножать я удаляю все пасынки с розетки вот вместе с вами сейчас мы это сделаем это сорт а г хмаринка очень красивый сорт розеточка молоденькая смотрите это старт старты причем еще и не очень крупный в пазухах листочков появились вот и цветоносцы и также есть пасынки если вы хотите дождаться быстро цветение то пасынки можно убрать от цветоносцы можно оставить я же хочу дать подрасти фиалочки поэтому я сейчас сниму и все пасынки и также заодно уберу и цветоносцы пасынки я удаляю вот такой вот штучкой с маникюрного набора или же вот такой вот можно зубочисткой удалять пасынки я не знаю кто-то пинцетом удаляет но это вот кому как удобно неудобно так что-то у меня камера плохо сегодня фокусируется вот осторожно просто поддеваю вот эти все пасынки и и можно сказать выковыриваю их оттуда так цветоносцы я тоже убираю как я уже сказала я хочу добиться у этой розеточки хорошего цветения хорошее цветение это когда много листьев фиалки ну как много три ряда вот скажу честно раньше я вообще первое цветоносцы всегда убирала у фиалок вообще вот из моей из моих наблюдений из моей практике если вообще наши фиалки да они цветут букетиками есть на сорта а есть и тут шапкой и вот если сорт с шапочным цветением то вот при такой маленькой розетки все-таки не стоит давать ему цвести если же сорту букетного цветения то можно потому что букетное цветение центр розетки он не закрыт цветами и в общем то не страдает центра розетки отцы от недостатка освещения вот а когда цветение шапочное так сейчас вам покажу примерно как это выглядит вот вот этот сорт это оптимара смоки монтейн здесь сорт с шапочным цветением и вот этот вот эта шапочка она закрывает центр и если фиалка цветет долго а есть такие сорта которые очень долго цветут то в общем то бывает даже такое что сорт приходится переращивать заново с листочка поэтому у сортов шапочным цветением все таки нужно убирать первые цветы если розетка еще не наросла так все я тут поснимала я кстати вам потом покажу эту фиалку через какое время она снова заложит цветоносы да мы ее с вами потом посмотрим ага хмаринка и сегодня 22 ноября это я для себя так запоминаю чтобы мне потом не запутаться так значит показала вам да еще я не удаляю пасынки у химер д.с. лавандовая сказка я здесь оставила два пасынка которая потом сниму когда они подрастут и укореню отдельно и также здесь есть и цветоносики вот они то есть и цветочки будут и пасынки одновременно будут расти но вы должны быть готовы к тому что если вы оставите пасынок для размножения розетка ровной у вас не получится вот потому что пасынки начинают подрастать они начинают кривить розеточку вот нка лилон лила сорт я здесь тоже вот оставила пасынок пасынок будет расти будут поднимать вот этот листик и розетка будет наклоняться в сторону вот то есть вообще в пасынках есть и плюсы и минусы впрочем как и во всем другом наверное тоже так сейчас еще один сорт покажу n подснежник здесь вот есть и бутончики у этого сорта то есть и цвести будет фиалочка и одновременно есть пасынки я этот сорт хочу размножить пасынками поэтому сейчас пасынки которые плохо развиты я поснимаю которое хорошо развиты пасынки я оставлю для размножения так в камеру не очень-то это мне удобно постараюсь так вижу вот пасынок он хорошо развитый и вот пасынок который тоже хорошо развитый а вот здесь вот посерединочки вот он он плохо развивается то есть тут и цвет тут цветоносы тут листики тут пасынки он ограничен в пространстве и в освещении поэтому толку с него особо не будет вот так я его удаляю вот этот пасынок снимаю просто и все все делается осторожно чтобы не повредить не снять ничего лишнего бывает и так бывает у фиалки насколько хрупкие листья что снимая пасынок где-то обломается и листик бывает и такое так все то что от пасынков остается но в общем то с грунта все нужно убирать и вот и цвести будем и размножаться будем одновременно все так а еще что важно да если вы хотите супер ровную розеточку пасынки нужно убирать чем раньше тем лучше вот и смотрю здесь вот и цветоносы есть и вот он один пасынок это что у меня это у меня сорт ватт звездочет я его размножать не планирую пока что пасынком поэтому вот этот пасынок я снимаю ватт звездочет тут больше букетное цветение поэтому первые цветоносы я тоже не убираю пока они там эти цветоносы подрастут нарастет успеет нарасти и сама розеточка вот фиалки на фитиле у меня они сейчас получают постоянно микродозу удобрений универсальных им для наращивания листовой массы и для цветения поэтому тут вот эти цветоносы они в этом случае не страшно там еще много фиалок у которых нужно попроверять пасынки поэтому я буду заниматься фиалками а вам хочу пожелать всего самого хорошего мира добра и благополучия